Всем привет, дорогие друзья и хорошего вам настроения. Рад вас видеть в игре мафиоза. Так, и начнем мы, пожалуй, с вами с открытия сундуков. Так, давай глянем. Да, обязательно посмотрим рекламу. Так, это на бабулю и это на снайпершу. Ну что ж, глянем. Так, и что нам дают? Пять самоцветов. Отлично. Но это еще не все, ребят. Еще один сундучок мы с вами посмотрим. Смотрим. Ага, это у нас на нашего боксера. Так, это у нас на соло. На полицейского. И все. Ясненько. И давай откроем вот этот сундучок. Четыре попытки, да, значит, у нас? Так, неплохо. Блин, ну ладно, это мы посмотрим тоже. Тесак для мясника и ножи для нашего убийцы. Так, ну давай посмотрим. Что нам достается? Пятьдесят одна монета. Ладно, сгодится. Так, давайте, наверное, мы с вами вот этот сундучок активируем. Ну что, ребят, я могу вам сказать одно, что за это время у меня прошло много чего интересного. В данный момент я нахожусь на уровне банк. Хотя, на самом деле, я уже был на кладбище. Да, и здесь, к сожалению, уже начинается очень большая, ребята, трудность. Очень большая. Но есть также и плюсы. Например, у меня открылось очень много героев. У меня не было, смотрите, ребята. Роберто Псих у меня появился. При этом Люси Гайка. Появился у меня Мисс Ник. Да, ребят, представляете, он начальный как бы персонаж, а появился он у меня достаточно в поздней игре. И пока все. И вот знаете, что самое хреновое? Что с разнообразием вот этих вот бойцов я начал путаться. Я не могу себе подобрать хорошую комбу. Хорошую команду, понимаете? У меня обычно вот выходит как. Вместо Соло у меня всегда стоял Тейлор. Всегда он был. Но почему-то в последнее время как-то вот не заходит с ним. Не знаю почему. Потом я брал, ребята, Роберто Псих. Да, он на самом деле псих. Он бесит. Почему-то, если кто-то за него играет. Когда я за него играю, он меня раздражает в другом. Что он вечно мажет или еще что-нибудь. Мясника пока, ребята, не брал, не тестил. Как он здесь зайдет, не знаю. В общем, хотелось мне сегодня вам показать вот такого персонажа, которого звать Люси Гайка. Мы берем и ставим ее вот сюда. Так, а вместо Фрэнка Пышки мы, наверное, с вами бы возьмем вот боксера. Не знаю, попробуем. Короче, смысл какой, ребята, у нашей Люси Гайки. Смотрите. Первая ее способность. Передний ряд стреляет в цель, и стоящий перед ней враг получает гораздо больший урон. А вообще, Люси это кто? Люси это лучший механик. Она с нуля собрала робота-помощника Джесси. Если бы ее отец не проиграл свой автозавод, она бы еще показала себя как изобретателя. Короче, вторая способность, ребята. Сила защищает союзника, и враг не может атаковать никого, кроме него. То есть, она вешает вот такой вот щит. Вот такой вот, ребята. И противник должен атаковать именно юнита вот с таким щитом. Но, опять же, скажу, что этот щит не бесконечный. По-моему, он выдерживает два выстрела из мощного оружия и три выстрела, например, из снайперской винтовки. И суперудар, это, ребята, вот такой вот робот-помощник, которого она призывает. И он ведет себя как хилл. То есть, он лечит союзников. То есть, выводит на поле боя своего робота. И один из ее союзников принимает на себя управление им. Пока этот союзник жив, здоров банды, будет каждый ход увеличиваться. Здоровье банды. То есть, обычно это Люси. Пока она жива, этот робот будет с нами. Ну что, дорогие мои, давайте попробуем, протестим. Я не могу вам сказать, что я выигрываю именно вот этой каткой. Но, просто мне хочется вам показать, как это все выглядит. Для тех, кто, наверное, не знает. И чтобы в будущем для себя уже определяться с персонажами. Поехали. Так, все у нас выбрато. Все отлично. Так, давайте я зайду еще в клан. Кстати, у меня тут очень много ребят в клане. 37 из 50 уже. Два сейчас в бою. Так, Винрей присоединился к клану. В плане, я присоединился к клану. Я уже давно здесь был. Так, всем привет. Это Винди. Так, это все понятно. Ну, у кого нету кодов? Ни у кого нету кодов на монеты? Нет, там немножко по-другому. Как делается, честно говоря, не помню. Так что, ребята, если кто еще играет в эту игру, но не в клане. Прошу, добро пожаловать. Ну, все. Ладно. Так, поздороваемся, наверное, со всеми, да? Хотя, сколько... А у нас двое в игре сейчас в данный момент. Вот. Но, тем не менее, надо позорваться. Так, ну что же, приступим. Приступим, да? Поехали. Не хотелось бы, конечно, проигрывать, ребят. Ну, куда деваться. Не зайдет, так не зайдет. Так, и кто у нас соперник? Сейчас мы сразу определимся. О, ядрить тебя на корень. Блин. А вот это плохо, ребят. Это для меня очень... Я вот не знаю, что вот это вот означает. Усы. Но я знаю, что это вот этот чувачок делает. В общем, в первую очередь, мне нужно уничтожать вот эту девицу. Многие спросят, зачем, почему? Потом... У нее, короче, суперудар последний. Добивочный. Она стреляет практически всех, может убить, если у них будет мало здоровья. Поэтому нельзя позволять этого. Смотри, как она шпарит. Просто ужас. Офигеть. Ну, ее нужно в любом случае ликвидировать. Первую. Так, ну что? Я думаю, что она сейчас выстрелит, да? Пару разиков. Вот так она делает, прикинь? Так, ну нам нужно ее убить. Однозначно. Как ни крути. Давай, берем снайпершу. И начнем бамбахать. Так. Хорошо. Теперь вон того Ахламона. И нам, кстати, нужно, ребята, делать, по-моему, щит. Ёб, ничего себе! Парниша, ты потише как-то, я не знаю. Давай сделаем вот так вот. И щит. Посмотрим, поможет ли нам это. Хотя я не уверен. Фига он метает. Ярость врага. Сейчас кто? Я не знаю, какая у него ярость. Что он делает? Черт, ну по-моему, тут хана будет мне. Это однозначно. Он бросает эти дротики только в путь. Снайперша я здесь не вытяну. Одной. Ладно. Давай так сделаем. И погнали. Да, наверное, пробьет он сейчас. Нашу девочку. Бесконечно просто бросает свою хрень эту. Так, ну что? Я даже не знаю, как сделать-то нам лучше. Ребят, знаете, что нам нужно было сделать? Нам нужно было сделать вот так и вот так. Поехали. Ё-моё. Вот это нам не повезло. Да что он делает? Что он там орёт? Я вот не понимаю, что у него там за способность, понимаешь? Уничтожим его нафиг. Или нет? Нет, не добили. Всего 11, ребята. Не хватило нам. Ну, естественно, сейчас вот этот вот, наверное, с залпом звездонёт. И нам будет край. Нам будет крышка. Сейчас сто пудов звездонёт. Сейчас он сделает супермощный выстрел свой. Ну, под яростью. И добивочный, да? Давай, давай. Я жду, твой добивочный должен быть. Да ну, хорош. Ребят, ну я не знаю, что мне за оппоненты достаются. Он, может, он не знал, что у него есть суперспособность. В общем, он здесь продул. Какая-то халявная победа. На самом деле, здесь должен быть проигрыш чистой воды. Но мне фортануло. Ну что же, ребят, вы приблизительно, наверное, поняли, да? Или не поняли? Наверное, не поняли всё-таки. Что этот персонаж из себя представляет. Так что у нас там в клане творится. Привет, я сейчас почти всё как ты тащу за Тейлор Нокаута. Он хорошо работает против Депп и Соло. Рэй. А завтра будет ролик по Мфюзи или нет? Да, будет. Будет. Толя, я уже снимаю в данный момент. Так, ну что же. Давайте теперь посмотрим, кого я вам ещё хотел показать. Ага, ну давайте посмотрим, кто такой Роберто Псих. И поставим его вместо... Хм... Вместо... Давай Тейлора. Так, смотрим, ребята. Роберто Псих. Его характеристики. Недавно Роберто приехал из Италии. Он получил награду года за лучший смех. Когда хохотал над своей жертвой. Когда им овладевает жажда крови, он не слушает приказов. Первая способность. Называется обман. Стреляет по цели с повышенной силой. Но с вероятностью 20% может обмануть вас и вообще не выстрелить. Что довольно часто происходит. Вот, ребят, такой флажок вылетает из дула. И вот такая вот ехидная улыбочка. Смайлик. Бесявая, если честно. Так, вторая способность. Мечты на его. Когда не наносит урон тому врагу, на которого вы указываете, но наносит дополнительный урон кому-то другому. Честно говоря, не особо понял, но... То есть, если мы целимся в одного, он начинает стрелять совсем другого, и тот получает повышенный урон. И третья, это супер его способность. Дымовая бомба. Бросает во врага газовую или слезоточивую гранату. Пораженный враг в течение двух ходов выбирает цель случайным образом. То есть, он стреляет рандомно. Не в того, в кого вы хотите, а рандомно. Ну что же, поехали, ребята. Будет у нас Роберто псих и все дела. Так, ну что же. Нормуль. Не знаю, конечно, что у нас из этого получится. Если сейчас будет Тейлор, то наша команда здесь отдуплится сразу, я вам говорю. Потому что Тейлор это имба. На самом деле, он пробивает и Люси гайку, и Депп снайпер. Ну и Роберто психа тоже, наверное, сможет легко побить. Ну что такое. Вот это меня раздражает, когда вот это начинается. Тягомотина по поиску противника. Как будто все спят. Ладно. Давай попробуем еще разок. Обычно такое помогает, когда выходишь и обратно нажимаешь. Противник быстрее находится. Но почему-то я не вижу никакого результата. Мне бы опять, ребята, вернуться бы до кладбища. О, противник найден. Смотрим, кто. Я вам сразу могу сказать. Да что ты будешь делать? Вот мода пошла. Блин. Сейчас этот будет командовать всеми на атаку. Ага. Ёбарсете. Это плохо все для нас, если честно. Тут снайперша у нас как-то не особо хорошо будет заходить. Ну погнали, так. Четыре. А если мы вот так сделаем? Прокатило. Ладно, ждем следующей команды. Что тут будут они делать? Не знаю. У него очень быстро копится ярость. Это плохо для нас. Потому что он потом будет влетать. Влетать в нашу команду. Ну и делать ужасные вещи. Ужасные, блин, вещи он будет делать. Так, ну что. Бандиту, я так понимаю, ребят, на следующей ходке конец. Сейчас посмотрим, сколько у него ярости. Ага. Еще живем маленько с вами. Ну это буквально маленько. Потом бы мне, конечно, вызвать бы бота-хиллера. Он хиляет не особо много, но... Помогает, ребята. Помогает. Ах, ты еще и хиляешься. Вот оно что. Ребята, он, оказывается, у нас хиляется. Ну все, ему тут конец. Мы сейчас его вот этим выстрелом убили. Шикарно. Так, ну что. Теперь нам нужно уничтожать. Блин. Сейчас будет влетать. Смотрите, ярость накопится. Он влетает. Я сомневаюсь, что он будет принимать суперудар именно вот этим махламоном. Что-то ждет. Ага, вот, вот, бомбит. И очень жестко бомбит. Да, ребята. Как-то вот так у него получается. Ну что ж, погнали. Хиллбот лечит каждый ход. По 50 там. Ну, не очень много, честно вам скажу. Но если мы ему дадим выжить до следующей ярости, это будет хреново. Даже вот так вот все это делается, да? По 41, да? Погнали. Ой, подожди, что я делаю-то? Так. Так. Я просто хочу посмотреть, хватит нам добить его. Да, нам его хватит добить. Слушай, ну это отлично. Тогда мы с вами живем. Сейчас, если он не убьет мне гайку, я поставлю щит. А он ее убьет. Он ее убьет, к сожалению. Или не убьет. Или не убьет. Убьет. Убил говнюк. И это плохо. И это очень плохо. Что же вы мне прикажете сделать? Давай сделаем вот так вот. И погнали. Теперь у него только один выбор, стрелять в деп. Но у него нет такой возможности. И... Блин! Он сейчас уничтожит деп. Твою ж маковку, ребята. Вот это ему фартануло, а? Почему он в деп стрельнул, а не в этого, психа нашего? Ну все, тут я вряд ли, ребят, смогу выиграть. Не получится. Урон у него, конечно... Хотя... Не, вряд ли, ребят. Воу! Это чудо просто какое-то. Блин! Он ни разу не промахнулся, ребята. 20% к пробуху. Именно вот этим выстрелом, который я делал. И он ни разу не промахнулся. Это просто божественно было. Обычно он промахивается. Поверьте мне. Обычно он промахивается. Но здесь, как ни странно, Роберто Псих меня не подвел. Ну что, давайте, наверное... Вы поняли, да, ребята? Я хотел, кстати, как делать? Когда ты делаешь щит, например, на себя, и делаешь снайпершей вот этот вот поцелуй, когда атакуют Люси Гайку на второй ход, снайпер автоматически простреливает. То есть, вот так это все работает. Ну что, ребятушки, давайте, наверное, поставим себе в отряд нашего боксера Тейлора. Поставим его вот сюда. И... И Фрэнку Пышку, наверное, мы поставим вот сюда. И попробуем, ребят, сыграть нашей старой доброй командой. Хотя, мне кажется, что мы здесь с вами сольемся. Но, тем не менее, попробовать стоит. Погнали. Пока у нас все шло как-то, ну знаете, вот честно вам скажу, на удачу. Просто везло. Крупно причем нам везло. Ну что, опять у нас с поиском соперников, да, какие-то проблемы. Почему такая фигня? Давай. Может быть, так будет лучше. Хотя, нам, наверное, стоило бы посмотреть... Такого нового персонажа. Ну, для меня он не новый. Новый он будет для вас. Это доктор. Так. Оу, 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 оу. Ребята, вот это вот плохо. Вот это плохо здесь. Сейчас вот как раз вы увидите, как работает гайка под снайпером. Так. Я тебя понял. Смотри, как она бомбит, а. Так. Ну что, нам нужно... Нам нужно вот так вот делать, ребят. Так. Ждем дальше дальнейших его действий. Угу. Значит, он так делает, да? Хорошо. Давай мы сделаем вот так вот. Ну и, пожалуй, приступим мордовать. Погнали. Будут сейчас все в деп стрелять. Сто пудово вам говорю. Ну, естественно. Вот психопат-то этот, а. Ржет. Блин, деп, конечно, у нас тут слабовато. Вот серьезно вам скажу. Ладно. Продолжаем бомбашить. Смотрим дальше, что он там будет придумывать. Кем он? Наверное, сейчас снайпершей все-таки завалит. Или бомбанет свою газовую бомбочку. Или хилищего бота призовет. Не знаю. Посмотрим, что он будет делать. Хилищего бота все-таки позвал. Ладушки. Смотри, попадает гад, а. Все точно в цели, а. Ну что, погнали. И да... А, нет, недобивочный, ребята. Недобивочный. Пока еще. Сейчас мы сделаем с вами супер-атаку. Опс. Или не сделаем. Ха-ха. Или не сделаем. Так, поцелуй, да? Ладушки. Не сработало, да? Ха-ха. Ну что, погнали. Кого? Кого сейчас будем наказывать? Оу. И недобили, да? И недобили. Слушай, может быть... Тут три. Тут два. Поехали. Так. И... Наверное, нам лучше сделать... Вот так. Ну что, посмотрим сейчас, кто кого. Сейчас это, понятно, поставит щит. На себе. Убьют мне, скорее всего, сейчас моего... Оу. Ладно. Убил. Хорошо. Так. Ну что? Погнали. Так, еще надо... Наверное, один выстрел сделать. Так. Подожди-ка, подожди-ка. Что нам сделать надо? Три. Блин. Ай, не хватает опять. Да епрст ты. Да чтоб тебя. Не хватило, ребят. У снайперша, блин, дури. Чтобы завалить. Ну, она сейчас опять же поставит щит. Будем уже стрелять чисто фрэнком. Ну, мне вряд ли здесь получится убить их всех. Ну, давай, последний выстрел свой делай. Не стал ставить, смотри-ка. Это хорошо, в принципе. Так, значит, мы с вами кого? Уничтожаем гайку. И после этого беремся за... Психа. Ну... Что ждешь-то, я не могу понять. Ага, еще у него выстрел, оказывается, был, да? Угу. Ну, погнали. Так. Сейчас, наверное, будет чисто деп стрелять. Я сомневаюсь, что этот будет рисковать своей стрельбой. А, вот так он даже сделал. Ну, что же. Ладушки, будем тогда уничтожать деп. Пытаться он, что ли. Так. У меня есть еще защита. Это на всякий случай. Ну. Поцелучки. Ладно, ставь свои поцелучки. Веселящий газ. То есть он хочет сказать, что если я буду по нему попадать... Ладушки. Попробуем. Да ладно тебе, блин. Нормуль. Хотя ничего не нормуль, ребят. Сейчас мне кранты. Зароя-то, посмотри, сколько мало. Вот смотри, когда я вот так вот делаю тоже, блин, да? Почему-то в меня попадает. То есть мой враг всегда попадает именно в цель. Сейчас я практически два выстрела и все попал в этого дурачка, короче, в психа, который был под прицелом. И, соответственно, у меня от этого Фрэнк и погиб. Я... Нифига мой, с меня сняли. Так, ладно, ребят. Мы с вами сегодня шапку... Ой, шапки наберем и откроем сундук. Вот теперь сижу и думаю, кого бы нам тут взять лучше. Давай мы так же попробуем. Такой же, ребята, комбой. Так. Поехали. Сейчас посмотрим, что у нас получится из этого. Ну, мне, если честно, больше нравится Тейлор, чем вот этот вот Роберто Псих. Ну, опять, опять тягомотина, ну. Как меня вот раздражает вот этот вот поиск соперников. Причем, ты поднимаешься по уровню очень-очень медленно и долго, да? А как стоит тебе разок проиграть, тебе сразу скидывают так офигенно. Ну, это, я считаю, несправедливо. О, сразу же нашелся, да, соперник? Еб, красоте! Фух, что же будем делать-то с вами? Ну, давай попробуем, наверное, с полицейского. Будем его сносить. Я, конечно, понимаю, что Деп сейчас будет прикрывать, наверное. Дай его поцелуем или не будет. Предсказуемо все это было. Понеслась, как говорится, да, маза? Ладушки. Теперь мы тогда с вами будем делать, знаешь что? Мы будем с вами ставить щит на психа. И, пожалуй, вот так. Давай смотреть, кто будет стрелять. Даже два поцелуя? Ну, смотри. Так, поехали. Так, что нам сделать? Ээээ... Ладно, добивать будем, наверное. Добивать! Тоже сказал так? Добивать. Ярость готова! Как у них так? Ну, это... В принципе, это мне и не нужен. Суперудар это ерунда. А вот это уже плохо. Так, вызываем срочно хиллбота. Срочно просто, ребят. Где он? Вот он, хиллбот. И вот она. Провокация. Так, ну что? Наверное, сейчас прострелят. Сколько деп нужно сделать выстрелов? Два выстрела, чтобы... Три. Три выстрела, чтобы снять щит, и один контрольный будет, да? А, вот так вот решает. Соло, да, значит, начинает выступать. Хорошо, пускай бомбит. Вот, вот что он делает. Понял? Давай так. И погнали далее. Замечательно. Пускай, пускай Фрэнк стреляет. Ну, ему тоже конец. Улетел. Улетел у нас хилищий дрон, ребята, к сожалению. Минус. Так, и что дальше-то? Дальше делаем, наверное, щит с вами. Нет, подожди. Лучше вот так вот. Блин, ну по соло-то, конечно, нежелательно будет стрелять, если уж на то пошло. Сейчас опять суперудар наручники, да? Которые отнимают очень много здоровья, между прочим. Блин, конечно, вот то, что снайперши мы лишились, это очень плохо. Что у меня, что у него нету. Так, так. Ну, давай сделаем так, попробуем. И вот так. Хрен знает, что у нас получится из этого. Он сейчас может, ребята, кинуть наручники, если попадет в психа, ему хана. Нет. Он так и хочет его грохнуть мне, а? Он так и хочет мне его грохнуть. Слушай, ну псих этот дает, а? Попадает прям точно, главное. Так, минус. Вторая попытка тоже. Ну, снял, конечно, не спорю. И добьют, наверное, психа, да, мне? Все, больше у него нет стрельбы. Отстрелялся, скажем так, свое. Раз. Не надо. Два. Три. Черт подери, сейчас, наверное, будет кому-то плохо. Мне, естественно, ребята. С выстрела он сносит психа, да? У него еще есть провокация. У него провокация. Он здесь, наверное, выиграет. Хотя, подожди, он сколько? Три раза может выстрелить, да? Ладно. Три раза он стреляет. Посмотрим. Ему придется три раза выстрелить. Чтобы снять с меня щи... Оу, одного раза достаточно. Блин, горелый. Сколько у меня она снимает, ребят? Смотрим. 67. И не... А, все, ему хана. Хе-хе-хе-хей. Ну, буквально на микродозах выиграл. Но все равно было круто, ребят. Так, сколько нам еще там до шляпы? Еще пять побед надо. Так, ладно. Давайте, наверное, мы с вами с этими экспериментами закончим. И... И что я хотел сделать? И возьмем свою... Эй, погоди, 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 погоди. Возьмем свою добрую старую команду. Посмотрим, выиграет она или нет. Давненько я ими не рулил. Но, по крайней мере, вот это была топовая команда у меня. Рулили только в путь. Но я вам еще раз говорю. Чем выше мы с вами поднимаемся по рейтингу, тем круче у нас противник, соперник. Нет, там уже не пройдет такой фокус с бабкой, с подрывателем. Тут уже у нас убийцы и так далее. Сейчас посмотрим, кто тут здесь у нас появится. Ну и дрить тебя на корень. Не было, блин, печали, а? Как мне вот этот охламон бесит? Кстати, я в полной мере не видел, как действует вот этот персонаж, если честно. Не видел. Даже вот так вот? Ну что ж, погнали. Предположим, ребят, это для начала. Так, он позоролся, да, по-моему, со мной? Попадает! Ты посмотри, как ты можешь попадать, охламонка? У тебя же четыре стака висит на промах. Восемьдесят пять к атаке! А пупеть, я вам скажу, если честно, ребят. Это круто, уж больно круто. Тейлор, Тейлор, как же ты меня так подводишь, родной, а? Ну как же так? Че-то привет-то, я уже здоров. Почему только четыре стака? Если она сейчас бомбанет, блин, все, мне будет хана. Я ей, скорее всего, щит буду ставить. Будешь же ставить щит, гайка, у нас или нет? Воу-воу-воу-воу-воу-воу, тихо ты, радость моя. Что это такое новенькое было? С пулеметом, блин. Блин, хочет хайдокать меня просто-напросто. Тейлора. Я знаю, что потом этот будет бомбить. У него ярость накапливается, а у него будет суперудар. А там такой удар, поверьте мне, не кислый. Так, ну что? Блин, придется, ребята, так сделать. А что поделаешь? Ну и теперь... Ну теперь придется, наверное, вот так вот. И надежда на то, что он промахнется. Хе-хе, хотя я сомневаюсь в этом. Ну если хотя бы... Вот смотрите, сейчас будет бомбить. Или хиллера вызовет. Хила вызвал? Оу, а вот это вот для меня уже новость. Я, честно говоря, думал, что он будет бомбить. То есть, грубо говоря, один удар Тейлора улетит куда подальше. Потому что он будет хилять. У меня где-то удар идет ровно на 50 очков, а он будет хилять... Сейчас посмотрим, насколько. 44 там. Так, у него массовая атака, поэтому... Сделаем вот так вот. Погнали. Так, насколько он хиляет? Что-то я не посмотрел, не увидел, ребят, если честно. Кто будет стрелять? Блин. Смотри, уничтожили мне Тейлора. Это плохо! Это очень и очень плохо. Щит. Ну, естественно, щит. Естественно, ребята, щит. Так, будем с вами делать двойной выстрел. Погнали. Нормуль. Так, и два вот таких вот. Ну, другого варианта я пока не вижу. Этот хиляет гаденыш. Так, что у нас? У снайпершей сколько сделано выстрелов? Вы не помните? Два или один? Опять щит. То есть, на щит она тратит 4 очка. Угу. Погнали далее. Так, нам надо... Хотя, давай сделаем вот так вот. Раз. Два. Три. Не помню, ребят, хоть убей. Сколько нам... Нужно сделать выстрелов? Я разготовил. Вот сейчас бомбанет вот этот хмырь. Хилл бота ему не надо вызывать. Сейчас только вот эти вот можно бомбить. Понимаете, вот если бы был боксер Тейлор, он бы бомбил 5 раз. Он бы 2 раза бы... За 2 раза сносил бы вот этот вот щит. И остальные 2 раза мог бы просто 3 раза. Мог бы еще и оглушить кого-нибудь. Но здесь... Хрен нас 2. Да сколько же бомбить-то можно по этому говнюку-то? Я не могу понять. 21, да? Хиляет. Не так уж, конечно, и много. Ну и немало, блин. Он меня сейчас расстреляет, гад. Точно. Нам надо было... Нам надо было деп, наверное, ставить вот сюда, ребят, чтобы... Она отвечала. Хотя, поехали. Сняли, да? Он достал меня уже просто. Сейчас суперудар. Да. Хана. Моему Фрэнке пышке. Да. Ничего не скажешь. В плане, ну давай. Один на один. Ну, конечно, деп проиграет, ребят. Деп проиграет этой гайке. Однозначно. И хилбота нету. Но у него очень... Да, да. Вот за счет вот этого, ребят. За счет вот этого щита. Если бы не щит, конечно, было бы все намного лучше. А так мне надо 3 выстрела сделать для того, чтобы снять этот щит. Ну, то есть вы понимаете, да, к чему я все это говорю. Сейчас 2 выстрела. Ну, 3. 3 выстрела она делает, и мне хана. Раз. А, у нее 2 получится. Ей этого было достаточно. Ну, как-то так. Так, еще, ребята, 3 шляпы нам нужно. Мы сегодня зарабатываем с вами шляпы. Смотрите, как я падаю в рейтинге. Вообще моментально. Это было 2000. Короче, на 108 очков мы с вами понизились. Уже. В общем, команда, как вы понимаете, вот эта сейчас уже нехорошо заходит. Поэтому нам вот приходится, ребята, варьировать. Сейчас все закручено возле этой гайки самой. Как это ни странно, но приходится это осознавать. Что только гайка нам тут может помочь кое-как выстоять. Тейлор Депп. Опять же, не факт. Ну, давайте еще. Если у нас... Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Потише, потише, ребятушки. Так, что у нас тут может быть? Сейчас будет Тейлор ходить. Кого он будет атаковать? Депп или гайку? Не знаю. Но нам нужно его уничтожать в первую очередь. Или же соло. Я даже не знаю, кого лучше. Хм. Это вопрос для меня большой. Огромный даже, я бы сказал. Хотя у него полицейский первого уровня. Соло второго уровня. А Тейлор тоже второго уровня. Что-то он не ходит, ребят. Не знаю. Наверное, думает. Пропустил ход. Глупо, да? Это очень подозрительно. Что это за замануха такая? Пропустить ход. Хм. Ну, давай так сделаем. Посмотрим. Как у них вот так накапливается ярость? Я просто в шоке. Я не знаю, почему у меня накапливается очень-очень медленно. А у них она накапливается очень-очень быстро. Слушайте, ребят. По-моему, персонаж. Нан Джон. Вышел из игры. Или. Коннектится так долго. Он сейчас может просто сплавиться. Вот и все, что я могу вам сказать. Даже если он сейчас очухается и начнет бомбить, он уже проиграл, ребят. Но тут не вариант ему выиграть вообще. Ну, никак уже. Даже если он подключится к игре. Даже если у него яркость. О! Подключился, ребят. Он к игре. Как видите, суперудар у него прошел в холостую. Ну, выстрел попал. Подключился он к игре. Но слишком, по-моему, ребят, поздно. Слишком поздно. Поехали. Как он сейчас будет выкручиваться, ума не приложу. Смотрите, у него 35% уже, да, Ярси? О, промахнулся. Попал. Промахнулся. Ха-ха. Попал. И последний удар, давай. Промахнулся. То есть 50 на 50 сработало. Ну, что же. А у нас, ребят, с вами... Вот такой вот будет выстрел прицельный. Так, четвертый выстрел. Отлично. То есть вы понимаете, да, что Тейлору уже кранты. На следующем ходу я его убиваю. Так, два... Три... Четыре... Пять. Понятно. Ну все, Тейлор, ты свое, как говорится, отыграл. Ты отыграл свою тут роль, парень. Отыграл. И пора тебя... Убирать отсюда. Так, ну что? У нас с вами ярость, да? У нас с вами ярость, поэтому мы сделаем вот так вот. Давайте смотреть, что будет у нас делать Соло. Ну, понятно. Это предсказуемо все. Так, он сделал неуязвимость. Тогда мы с вами сделаем вот так вот. Ну, и бомбанем ударчик. Вот так вот. Ну, естественно, естественно, он будет стрелять в Деп. Как же без этого? Ну, а я сейчас пять ударов ему в Репу дам. Чтобы он промахивался почаще. Посмотрим, сколько раз он попадет. У него три выстрела все удается. Мимо. Давай еще раз промахнись. Попал. Все. Ну, что, парень? Я могу тебе сказать одно. Тебе кранты. Каждый удар наносит 50 очков. У него было 209, ребята. Соответственно, у меня пять ударов. Все. Он сдался. Ну, что же. Как-то вот так у нас сегодня с вами прошла игра. Мы сейчас откроем с вами сундучок. И посмотрим, что же нам отсюда выпадет. Так, деньги. Это хорошо. Для гаечки самое то. Ага. Наш доктор. Так, это для маньяка. Так, награды мы посмотрим чуть позже. Ух ты. Для Тейлора. И для мясника. Ну, что же, посмотрим. Так, и нам достается 8 самоцветов. Ну, как-то вот так, ребята. Ну, что же. А на этом я буду завершать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вы поняли то, что я вам хотел донести. Ну, а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!